Телеканал КРТ представляет 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 Телеканал КРТ Вот есть факт. И мне пришлось русскоязычному учить русский свой родной язык самоучкой. Это нормально в стране, где большинство говорит на русском языке, говорит и думает. И это объективно, что у нас в Украине дискриминация русского языка. Особенно сейчас, даже когда потенциально человек не может получить образование на русском языке. Как называется наша страна? Украина. А как называется в Швейцарии страна, если там 3-4 языка? И что? Это разве аргумент? Я бы за то, чтобы у нас тоже 4 языка было. Как вы к этой относитесь? Как вы к этой относитесь? Я не вижу дискриминации. Я говорю по-русски везде, где хочу. Газета «Бульвар Гордона», которая до недавнего времени я руководил, она издавалась по-русски 25 лет. Самая тиражная газета Украины. Я программы веду по-русски. Тогда еще квоты не ввели. Я программы веду по-русски. В Ютубе. На телевидении я выступаю на канале «Украина-24» и на канале «Наш по-русски». Как гость. Как гость. Ведущий, вы бы уже так не повыступали. Но я повыступал по-украински. А что, у меня нет антагонизма к украинскому языку? Да при чем здесь? У меня тоже антагонизма нет. Но я хочу справедливость, я хочу равенства. Если у нас половина населения говорит и думает по-русски, я не понимаю, почему эта дискриминация у нас в Украине закреплена законами. Я вас испугаю. У нас больше половины населения говорит и думает по-русски. Я это тоже знаю. Да. Но там это спорный вопрос. Но у нас есть государство, которое в опасности, оно называется Украина. Я считаю, что единственная украинская, единственная державная, мова державная, повына будет и украинская. То есть, если на русском, то Путин нападет? Нет. А как? Нет. Нет. Для меня русский язык не язык Путина. Тогда в чем логика? Это язык Достоевского и Пушкина. Это понятно. Совершенно правильно. Логика моя в том, что страна называется Украина и в ней должна быть едина украинская державная мова. Что делать с Америкой? С Америкой? Переименовать. А почему Америку переименовать? Ну, Англия, чего? Там же на английском говорят. Кстати, и на испанском. Ну и что? Ну, так у нас же Украина страна. У меня есть вообще предложение, которое я многократно озвучиваю. Пока в Украине средняя зарплата не будет тысячи долларов, к вопросам языка, религии и национальных героев не приближаться. Это понятно. Но уже дискриминировали русский язык. Вас дискриминировали? Конечно. В чем? В сфере обслуживания вот уже нужно будет общаться только исключительно на украинском языке. Перестаньте. Ну, перестаньте. Везде документы, я не могу подать на русском языке, нужно на украинском. А вас это напрягает? Меня? Да. Меня любое ограничение, нарушающее Конституцию, оно напрягает. А эти законы, они напрягают, потому что они дискриминационные. Дмитрий, смотрите, вы меня спрашиваете, я вам отвечаю. Меня не дискриминировали. Абсолютно. Я говорю, на каком языке я хочу, когда хочу и как хочу. Пока не тронет, конкретно вас, вы позицию свою не поменяли. Но меня не дискриминировали. Вы меня спросили, я вам отвечаю. Меня не дискриминировали. Я общаюсь так, как я хочу. И я уважаю украинский язык, и я считаю, что он должен быть единой державной умовой. Ну, что я могу сделать? Это мои убеждения. Это мои убеждения.